добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые youtube зрители эта программа записывается и вы ее сможете посмотреть после того как она обработается и будет выложена в youtube а также на фейсбук меня зовут майкл мелихов я руководитель центра sun gates sun gates radio и мы сегодня поговорим немного о нумерологии сегодня у нас суббота 12 ноября и этот день достаточно интересны в плане того что соответствие с разными подходами к нумерологии в частности как уже неоднократно отмечалось есть несколько подходов есть нумерология будем так говорить современная это нумерологии он называет часто пифагорейской есть нумерология ведическая там в общем-то рассматриваются цифры как продолжение планет и не семь планет а девять планет есть нумерология халдейская ну в общем и целом если говорить об этих видах нумерологии то нумерология такая наука от которой к сожалению из давних времен не осталось практически ничего то есть пифагор который обучал своих студентов запрещал делать всякие записи и даже то что он обучал а это было значительно позднее как возникла физическая нумерология и того не осталось на самом деле потому что только ученики каким-то образом оставляли свои уже потом свои какие-то записи свои заметки но и до наших дней она пришла вот в таком варианте то есть рассматриваются два числа условно говоря жизнь человека рожденного в этом теле она делится на две части первая часть это те качества которые человек получил в прошлой жизни в том воплощении а вторая часть ну грубо говоря 35 40 лет примерно считая продолжительность жизни вот такой а вторая часть это то куда он уже перейдет в следующее существование когда вот это вот тело этот костюмчик этот скафандр разрушится и мы все рано или поздно перейдем в другое состояние так вот вот все то что мы сейчас наработали в этой жизни мы родимся с теми самыми качествами поэтому в ведической терминологии есть такое понятие которое называется карма и это очень важная вещь и очень опасная вещь несоблюдение законов не освобождает от ответственности поэтому опасно сказать я не верю и делать так как мы делаем зачастую опасно нарушать законы потому что законы это земные законы и мы находимся тоже под их влиянием мы должны их соблюдать но ведь есть еще высшие законы мы их должны должны соблюдать рамки нашей передачи сегодняшние не позволяют выйти за пределы какие-то поэтому мы ограничимся какими-то ну скажем временными будем так говорить этими рамками ну а передача это не последняя и мы об этом будем говорить еще и еще так вот возвращаясь сегодняшнему числу ну во первых днем рождения дорогие именинники мой партнер присоединяется судя по вибрации поздравляет вас в те времена называлась день явления день явления день явления вас нас на свет божий так вот 12 число это как раз то самое первое число это число его называет число души современной нумерологии ну можно назвать его числом рождения 12 число что такое 12 ну во первых 12 это в сумме дают 3 то есть человек рожденный под планетой еще раз я буду так пересекаться современная и восточная нумерология и халдейская влиянием тройки а это планета которая называется юпитер и юпитер во все времена это совершенно замечательная планета кстати это планета творческих свершений это планета благосостояния и это учитель на санскрите его называет прахман то есть учитель вот рядом сидит учитель которую обучал как надо правильно жить и что надо для этого делать не нарушая законы про земные законы мы не говорим мы обязаны их соблюдать но мы также обязаны соблюдать высшие законы поскольку меры ответственности за эти законы значительно выше чем за те земные так вот эта цифра 3 складывается из двух 12 число единица это солнце двойка это луна прекрасное сочетание из всех цифр 3 это самое наверное сильное сочетание потому что это объединение скажем чего-то вещественного материального как солнце а и луна это ум вот как искусственный спутник луна это же не искусственный спутник земли на самом деле это эмоции это ум той самой земли но если мы сейчас перейдем конкретно к дате 12 ноября конкретно к дате 12 ноября и в общем то это любого года практически но мы еще раз рассматриваем нумерологию как упрощенную модель скажем астрологии там естественно год влияет более того там и время влияет там влияет много факторов место влияет рождение и так далее но если мы говорим все таки о 12 ноябре то это совершенно могущественное сочетание двух планет юпитера и марса которая находится в зодиакальном садвездии скорпиона вот это сочетание двух планет юпитера и марса настолько действительно могущественное что те люди которые родились третьего двенадцатого двадцать первого и тридцатого числа они но 30 немножко по-другому поскольку 30 число уже хоть и ноябрь но это уже переход следующие следующие скажем знак поскольку примерно 24 23 24 25 где-то вот так считается то есть это те люди которые с 25 скажем октября то есть это попадающий 3 12 21 30 немножечко уже по-другому но конкретная дата 12 ноября так вот и будут удаваться в общем то все задуманные на самом деле как правило единственный вопрос то что они будут преуспевать своих деяниях своих свершениях своих планах будет все время преуспевать и соответственным образом вокруг находящиеся они будут завидовать сегодня мир такой сегодня люди завидуют тем кто добивается успеха то есть те кто не добились естественно не будет завидовать но успехи и вот в отличие от тех которые завидуют у них успехи окружающих не будут вызывать никакой ревности никакой зависти а и сами по себе их успехи не будут вызывать чувство тщеславия и чувство какого-то вот такого вот могущества скажем как мы достигли мы такие все почему потому что тройки тройки они учителя они так все знают им не надо ничего доказывать но вот если кто-то и будет говорить о том что ты ничего не знаешь вот тогда они будут вставать на дыбе и они тогда будут противодействовать и это единственная проблема вот этих троек которые не любят никаких указаний не любит никаких приказов свой адрес это все те кто родились 3 12 21 30 числа к ним относится ваш покорный слуга который родился 30 числа они этого месяца но тем не менее то есть это относится ко всем тройкам более или менее степень конечно дата рождения без сомнения имеет значение но вот мы в целом так говорим далее эти люди которые родились конкретно 12 ноября они помимо того что будет удаваться так сказать все задуманное они еще в принципе обладает достаточно хорошим здоровьем то есть у них каких-то главных проблем со здоровьем не должно быть если они конечно не будут слишком усердствовать своих каких-то планах то есть вы понимаете вот учитель допустим вот чем он отличается от марсиан марсиан имеется ввиду те кто родились 9 18 27 числа вот это марсиане они находятся под влиянием марса и тут есть единственная проблема для тех людей которые родились 12 ноября почему потому что вот это марсианская какой-то степени энергия и может мешать потому что они будут вот так вот идти 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 к своей цели если не дай бог какая-то преграда на их пути они могут упереться в эти преграды и не пользоваться своими мозгами так скажем так своим разумом они будут долбить долбить в эту стену пока не пробьют ну и соответственным образом себя могут повредить поэтому это единственное что им может помешать на пути достижения своей цели это переусердствовать своих каких-то совершений своих планов далее финансовое положение прекрасное опять же сочетание это как я уже сказал юпитер юпитер главная планета то есть эта планета благосостояние эта планета всех свершений существует безусловно транзиты существует какие-то периоды мы сейчас о них не будем говорить в целом поэтому в принципе им по нелегко могут зарабатывать эти деньги но опять же главное не пирисы не переусердствовать в этом деле и главное не быть слишком так сказать под себя грести да не будешь слишком гриби не быть слишком жадными в своем получении вот этих материальных благ если это происходит то есть мы будем переусердствовать будем скажем перетруждаться то тогда уже более пожилом возрасте мы можем иметь проблемы я имею ввиду тех людей которые родились 12 ноября проблемы в каком плане сердце вы понимаете есть такой момент очень важный единица это солнце это организаторы это организаторы это солнце которое не терпит приказов это царь но это же цари были тогда сейчас же нет царей верно и мы простые люди мы же не царей верно и к нам так и относятся и кому интересно видя наши успехи и видя то что мы как-то так сказать повелеваем кому вот другим таким людям кому охота подчиняться возникает вы же понимаете вот когда человек не может когда он не понимает этого он начинает так скажем пользоваться другими методами и вот тогда противостояние этого человека который находится под влиянием солнцем и тех людей которые негативно настроены по отношению к нему вот это может привести к напряжению в области сердца и поэтому те люди которых много единиц своей номерологической будем так говорить матрицы то есть это жесткие люди трамп первый показатель трамп то есть у него 5 единиц максимальное количество 3 то есть это дикий перерасход характер не просто народический стойки а это деспотический и властный и вот если как-то не так если какие-то силы поднимутся один в поле же не воин мы же это знаем то тогда у него начнутся проблемы со здоровьем ну и тех людей которые вот родились под таким знаком по такой по такой который имеет свою вот такую цифру единицу своей номерологической матрицы естественно рассматривать много других факторов еще раз повторюсь мы это делаем только лишь потому что мы сейчас анализируем в целом поэтому надо быть осторожным потому еще раз пожилом возрасте такие люди могут иметь проблему с сердцем соответственным образом кровеносные сосуды сужаются соответственным образом нету доступа и поэтому болит голова вот здесь вот в этой зоне начинается передавливание сосудов вот в этой зоне если же еще раз мы говорим о каком-то неправильном образе жизни и злоупотреблениями пищи которые не стоит есть особенно в пожилом возрасте она уже не переваривается эта пища она уже сидит там и она откладывается в виде кристаллов то что называется отложение солей подагра артрозы артриты ревматоидные в том числе вот это все с этим связано головные боли мигрени вот этот момент надо учитывать этим людям быть тщетленнее как говорил шманицкий что еще что надо отметить так ну какие цвета то есть планета от которой мы родились она обладает определенным цветом к примеру сегодня у нас суббота суббота это сатурн то есть семь дней недели семь планет и каждая планета это сатурн очень просто допустим сандэй что такое сандэй это сан дэй сан это солнце то есть какие цвета солнце понятно не надо рассказывать какие цвета надо было бы носить в одежде не важно снаружи внутри но какие то вот цвета должны присутствовать у нас в то есть если это энергия дня monday monday поэтому если человек одевается в черном в понедельник ну это так сказать противоречит энергии луны которая соответственным образом белые серебристые и так далее так вот если мы говорим о тех людях которые родились по влиянию юпитера марса то есть цвета юпитера это до какого-то определенного момента с оттенками естественно и марса это все цвета оранжевый цвет это чистый питер допустим это цвета какие-то розово-малиновый цвет это цвета красные все оттенки красного цвета поэтому хотелось бы в гардеробе таких людей чтобы присутствовали эти цвета а далее планеты считаются продолжением энергии планет на земле является драгоценная камня драгоценные камни это не просто побрякушки которые дорогие уважаемые и любимые женщины на себя надевает большей степени чем мужчины сегодня вот и я тут весь увешан так сказать этими побрякушками да но я допустим знаю каждая там условно вот принадлежность такая для чего она требуется для чего и где она носится что самое интересное то есть мы на эту тему поговорим отдельно на эту тему это очень так сказать тема длинная вот и не хватит не хватит одной передачи чтобы ее раскрыть поэтому камни которые хотелось бы носить это как раз таки те камни которые соответствуют планете скажем марс и это аметист все фиолетовые пурпурные камни а также бирюза и синие камни вот ну вот в данном случае аметист можно носить эти камни хотелось бы да но те не могут кто не могут позволить себе носить камни какие-то более драгоценных металлов скажем там сафиры то тогда носите аметист это полудрагоценный но он во первых и значительно дешевле и соответственно оказывает влияние не такое но если мы говорим уже с сафиром синим голубым сафиром то это достаточно серьезный камень и это рекомендуется носить только тем людям которые но находится под влиянием планеты сатурн это в общем то камень сатурна на самом деле на определенном парке его надо носить ну надо смотреть весь гороскоп скажем в деталях это большей части скажем не к нумерологам а к астрологам то есть я какую-то общую информацию могу дать но это надо детально рассматривать так сказать о том что вот такого-то числа человек который родился такого-то числа он должен носить вот камень это только относится к допустим к рубинам если мы говорим о солнце и это относится к сафирам если мы говорим уже о сатурне ну в данном случае вот все оттенки синего пурпурного цвета но соответственным образом в своих одеждах надо носить этот цвет ну к примеру вот если считать только суббота ну тогда это черный темно-синий цвет это цвета сатурна если брать только один сатурн но мы то находимся вы дорогие именинники находитесь совсем под влиянием совсем другого других камней другого числа но темные камни или темно-синие или темно-фиолетовые допустим цвета они тоже подходят в эту категорию если мы будем говорить просто по ассоциации я еще одну вещь задержу ваше внимание для тех людей которые допустим женщины как правило они носят какие-то очень красивые камни которые рекламируют ювелирные магазины это бриллианты в обравлении сафиров или сафир в обравлении бриллиантов причем особенно это когда они получают ну если есть такая возможность получают такой скажем подарок называется engagement ring или обручальное какое-то кольцо и это кольцо они носят на безымянном пальце ну в России в большом союзе это носилось на правой руке в Америке это носится на левой руке обручальное кольцо и каждое кольцо каждый одевает то кольцо ну которое он хочет или которое ему кто-то подарил так вот очень опасно дорогие женщины носить кольцо на обручальное кольцо которое состоит из сафиров и бриллиантов то есть носите отдельно но не вместе почему особенно если оно находится на пальце в безымянном пальце правой руки то есть это обручальное кольцо почему потому что бриллиант это Венера сафир это Сатурн это две противоположные планеты то есть это очень тяжелая энергия Сатурна очень грюмая очень давящая это пахота до изнеможения это рудники по сути дела это шахты это вот там под землей где все черные все вот такое вот все вот такое все и носить вместе с Венерой это просто категорически опасно это прямая угроза браку дорогие друзья дорогие девушки имейте это ввиду если будут у вас вопросы пожалуйста и я и наши специалисты всегда рады вам ответить как что и почему но к сожалению так уж повелось это незнание это невежество невежество переводится как незнание тянется из дрибли из глубины веков и даже ювелирные дома там Англии Франции и так далее когда вот это показывают вот эти вот необыкновенные красоты это предметы красоты это предметы искусства но носить их опасно на этом именно конкретном пальце и вообще вместе их носить опасно то есть и они к сожалению этого не знают почему это происходит да потому что до лампочки простите меня этим ювелирным магазином во первых они сами не знают во вторых им до лампочки как вы себя будете в этом плане чувствовать если вы оденете это повторяю это опасно незнание законов не освобождает от ответственности что еще можно сказать по всей вероятности все остается только пожелать вам дорогие наши именинники вам здоровья благополучия мира и любви с вами был Майкл Мелехов и на моей странице в фейсбуке есть текстовой материал о этом дне фейсбук так и наберите правда по-английски Майкл Мелехов ну а как можно пообщаться это сангейтс 1 0 8 по-английски сангейтс солнечная ворота на конце буква с только сангейтс 1 0 8 это наш скайп телефон 8 4 7 2 2 6 9 9 5 6 код страны единица 1 8 4 7 2 2 6 9 9 5 6 и на этом наша программа субботняя заканчивается всех вам благ всего доброго до свидания до свидания и